Проблемы образовательного процесса одесских учебных заведений обсудили на совете ректора Одесского региона. На дискуссии присутствовал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт. Самое место, область, потому что это один из тех магнитов Украины, про которые говорил президент, который формует стратегию развития тяжелого. Национальный университет Одесская юридическая академия был отмечен в качестве положительного примера с точки зрения устройства социальной инфраструктуры ВУЗа, а также создания целого ряда спортивных объектов, которые на сегодняшний день служат не только для физической подготовки студентов юрокадемии, но имеют всеукраинское и международное значение. В Одесской области, вот сейчас Сергей Васильевич побудовал современный комплекс стандартов. Тобто, материально-техническую базу, конечно, нужно скрепить, нужно ее делать современной, нужно делать так, чтобы мы выходили на сертификацию, ну, как минимум, европейских стандартных. Вот побудовали в маяках в школе спортивный комплекс, мы отримали европейскую лицензию на проведение змаганий и уже проводили в минулому году европейские змагания. Как раз Юрокадемия у нас сегодня ставилась в качестве положительного примера и с точки зрения социальной инфраструктуры этого учебного заведения, и с точки зрения спортивных объектов открыты уникальные совершенно спортивные объекты, которые, как сегодня проинформировал глава областной администрации, получат в том числе европейские сертификаты для проведения соревнований самого высокого международного уровня. В этом смысле, да и во многих других смыслах, не побоюсь этого слова во всех смыслах, академия может быть примером для любого вуза постсоветского пространства нашей страны, вообще восточноевропейского. Это и забота о студенте, и забота о преподавателях, ну и, безусловно, самое важное – это качество учебного процесса. Безусловно, такие вещи не происходят без, скажем так, и инициативы, и внимательного, аккуратного патронирования и сопровождения, то, что делает как раз президент юридической академии, и здесь, с моей стороны, только максимальные комплименты. Основная проблема украинского образования – не его слабость по сравнению с европейскими национальными системами, а отголоски в нем советского образования, рассказывают эксперты. Для реализации изменений в подходе к образовательному процессу необходимо дополнить существующий преподавательский состав средней школы психологами и учителями-лидерами, которые помогут сформировать подросткам нравственные ценности и гражданскую позицию. А в преподавательский состав высшей школы привлечь значительное количество представителей реальной сферы экономики, действующих предпринимателей, инженеров, экономистов и юристов. Все крутится на полу ЗНО. 20-летний курс. Скажите, пожалуйста, сколько ЗНО, в чем улица? Яка речница? 14. Большинство вопросов, которые принимаются, могут сказать, что у меня 12-летний старший проект национального университета. Кто сегодня верит? Это я, народный депутат, наши коллеги. Кто сегодня верит, что ЗНО? Все проблемы должны быть решены поступково, потому что объективно сегодня есть самый кричущий момент. Это полная загальная средняя ослета, стосоветесь фаховой, стосоветесь старшей профильной школы, то, что там есть вали по законодательству. Конечно, есть и точатся все дискуссии, и разговоры стосовно и изменения формата, и внешнего независимого оценивания, изменения возможностей, там эти три года, которые были написаны по заочной форме, но, например, с определенным страховым стажем. Есть эти проблемы, они не все сразу решатся. По количеству студентов сейчас, естественно, это, будем так говорить, пятерка высших учебных заведений, среди которых и даже частное высшее учебное заведение. То есть на первом месте по количеству студентов это Национальный университет Одесской юридической академии, на втором месте Международный гуманитарный университет, на третьем месте, ну сейчас называется, Государственный университет Одесской политехники, на четвертом месте Университет Мечникова, и на пятом месте Академия, Национальная академия пищевых технологий. Ну, абитуриенты, они говорят, на какой факультет, ну давайте говорить не о факультетах, даже сейчас уже не о специальностях, а образовательных программах, потому что одна и та же специальность, но образовательные программы разные в разных вузах, и поэтому, естественно, что абитуриенту нужно выбирать именно вот эти конкурсные предложения, где, какая образовательная программа лучше. Поэтому нужно смотреть, а как выпускники трудоустраиваются этой образовательной программой, а сколько они получают наград студенты на всеукраинских и международных олимпиадах по этой специальности и так далее. На сегодняшний день система высшего образования Украины находится на этапе реформирования. Главная цель – высокое качество подготовки специалистов в сочетании высокого профессионализма с всесторонним развитием личности. Сьогодні навіть у того президентского университета, який, знов таки, створений, концепції його вже затверджено і все інше, це точки перезавантаження взагалі вищої освіти. Всі їх заклади ми не зможемо в рамках діячого законодавства перезавантажити, але певний, це буде университет на базі зовсім іншого закона, окремого для себя. Окремий закон, який дасть можливість розвиватись так само і державне-приватне партнерство, інвестиції заводнення, як в Оксфорді, як в Гарварді, все інше. Всю систему нам ніхто не дасть перезавантажити, але певний елемент демонстрації, що це можливо, а потім вже на базі цього експерименту заводити всі інші заклади в такий процес, він є. Уже сейчас ми ощущаємо острую нехватку большого количества профільних спеціалістів в нашій країні. Разбудити молодежі стремлення к фундаментальним наукам і творчеству, желання і уміння учиться на уровні современных требований – вот насущна задача современного образовання.